И снова здравствуйте! Меня зовут Тимофеевна, и на этом канале мы разбираем поведение людей и мотивы, которыми это поведение было вызвано. Это вторая часть нового формата для моего канала, а именно разборы медиаперсоны. В качестве дебютной медиаперсоны я беру своего любимого YouTube-психолога Лину Дианову. Первую часть разбора вы можете посмотреть по ссылке, вот она. И мы продолжим разбирать медиаобраз Лины. Мы попытаемся понять, чем же именно Лина Дианова хороша, а чем она плоха. Точнее, не сама Лина Дианова, а тот медиаобраз, который мы знаем. Я попыталась сделать максимально объективный разбор, впрочем, как и всегда. Я хочу подчеркнуть, что я не даю оценки личностным характеристикам Лины. Я не говорю, какой она человек, а тем более я не осуждаю ее за какие-то ее личные качества. Я вообще не могу судить о ее личных качествах, потому что я ее лично не знаю, я с ней не знакома. Ну, как говорит сама Лина, погнали! Погнали! Первую часть мы закончили на обсуждении двух спорных психоразборов. А именно, разбор интервью Елены Дропека и интервью Дианы Исаковой. Есть основания полагать, что Лине кто-то продиктовал те выводы, которым должен свестись ее психоразбор. Точнее, два этих психоразбора. И она намеренно искажала информацию таким образом, чтобы в итоге все пришло к этим заранее известным оговоренным выводам. Если Лина действительно подогнала свои психоразборы под какие-то определенные выводы, это правда очень плохо для ее репутации. В то же время, эта ситуация породила некий положительный для репутации Лины феномен. А именно, ее попытку признать свои ошибки. Сегодня я буду учить вас, как пукать незаметно. Например, про интервью Елены Дропека она сказала, что не взялась бы разбирать это интервью из позиции вот сейчас. Она признает, что отхватила много хейта на теме разбора этого интервью. И, скорее всего, выбор именно фигуры для разбора и выбор самого видео был для Лины ошибкой. Если бы можно было изменить какое-то одно событие из прошлого, что бы это было? Я бы не сняла выпуск про Дропеку. То есть мне не стыдно ни за что, что я сказала в разборе. Я разбирала две позиции. Но смотрите, что делает мудрая Дропека. И умная Дропека сразу ответила не на дурацкий вопрос, но Дропека и тут применяет прием и блестяще выходит из этой ситуации. Дропека очень-очень подкована. Она разбирается в культуре, в истории, в политике. Я уже несколько раз говорила, что у нас довольно слабо развита культура признания ошибки. Тем более такого публичного признания ошибки. Почему-то считается, что если человек публично извиняется, он тем самым признает свою слабость, и это как-то ужасно плохо. На самом деле нет людей без недостатков. Есть, конечно, люди, которые не пердят, но их мало. Нет людей, которые не ошибаются. И то, что человек готов отрефлексировать, готов признать свои ошибки и извиниться перед теми людьми, которых его эти ошибки затронули, на мой взгляд, это признак психологической зрелости. В этом нет ничего такого ужасного. Ну вот Лина как-то попыталась себя проявить как такой зрелый человек, как человек, который понимает, что в чем-то где-то допустил факап. Вот сам формат признания этой ошибки стал очередным факапом. Только послушайте, что говорит Лина по поводу интервью Дропека. Но из-за того, что это было сразу после начала определенных действий со стороны России, то люди восприняли это, что типа Дропека, вау, класс, ее позиция класс. А позиция Гордеевой как будто типа фу, стремная позиция, и это как будто сказала я. Но я говорила не так. Иными словами, она опять же пытается свалить всю вину на аудиторию, которая неверно ее поняла. Да нет, на самом деле, если кто-то на меня обидится и скажет, ах ты сука такая, Лина Дианова, ну-ка проси прощения, мне было вообще неприятно. Да, пожалуйста, всегда готова попросить прощения за то, что человеку было неприятно. Нет. И теперь давайте снова поговорим о таком феномене, как Милла Гейт. Это очень противоречивый феномен, который можно отнести как в категорию плохо, так и в категорию хорошо одновременно. Мы уже затрагивали тему Миллы Гейт, и сейчас давайте сосредоточимся на таком аспекте, как образование Лины Диановой. В начале каждого своего видео, я напомню, Лина говорит о том, что она клинический психолог и гештальт-терапевт. Это ли не знак того, что человек себя позиционирует как эксперт в вопросах психологии и в гештальт-психотерапии? И вот когда блогер Мила Кэмпбелл начала раскапывать биографию Лины Диановой и выяснять, какие же документы об образовании есть у Лины, выяснилось, что Лина не прошла полные этапы сертификации, все необходимые этапы для того, чтобы сертифицироваться как гештальт-терапевт. Что на это разоблачение ответила Лина? Это просто песня. Это вот ты хер с ним, с сертификатом. Лина попыталась нивелировать претензии Милы по поводу своего образования тем, что ей просто было лень сдавать отчеты о практике, и поэтому она не получила документы о том, что она прошла третью ступень подготовки как гештальт-терапевт. Причем эти отчеты о практике Лина попыталась выставить как никому ненужные бумажки. Такой бюрократический пережиток, такая ненужная фигня никому, которую и сейчас, наверное, не используют при обучении психологов. Но где же мой сертификат за второй класс? Когда я жила в Барнауле и не планировала становиться популярной, мне было похую, будет у меня бумажка или не будет. В 2012 году нужно было написать 30 отчетов. И мне тогда это было нафиг не надо, потому что для меня самое главное, что мой преподаватель сказал, ты охуенно работаешь. На самом деле, давайте задумаемся, чем еще психолог может подтвердить свою практику в консультировании. То есть вот она проконсультировала ряд клиентов в процессе своего обучения, и она не составила отчеты об этих консультациях. То есть по факту ее руководитель практики и вообще преподаватели, которые ее обучали, у них нет материала, по которому они могут судить, насколько успешно Лина эту практику прошла. К тому же в этих отчетах, помимо описательной части, как проходила консультация, что сказал клиент, что сказал психолог, есть и аналитическая часть, то есть она должна там быть. То есть психолог подводит некий итог. Он как бы разбирает проблему клиента, истоки этой проблемы, анализирует, как клиент вел себя на сессии, и делает какие-то выкладки, результаты этого анализа, и подводит итог, как дальше нужно работать с этим клиентом. И вот это все Лина считает ненужной бюрократией. Что ж, невозможно. Невозможно просто так взять и записать выпуск бездушной Тимофеевны. Я не могу не указать на одно противоречие, которое Лина допустила в своих высказываниях. Когда Лина пыталась убедить нас, что сертификация гештальтерапевта – это никому не нужная формальность, она позабыла, что ранее говорила примерно следующее. Я готовилась быть бедной и работать в детском саду. Давайте подумаем, на каких условиях работают школьные и детсадовские психологи. Как правило, детский сад и школа – это все-таки государственная организация. Но не в частной же школе работая, Лина готовилась быть бедной. Я не думаю, что на работу школьным психологом возьмут человека, у которого какие-то проблемы с дипломами и сертификатами. Поэтому, если уж Лина готовилась быть школьным психологом, ей было бы логично в первую очередь озаботиться о том, чтобы все документы об образовании были в полном порядке. А так как критика Милы Кэмпбелл настолько Лину задела, что она пошла в свой институт, где она обучалась на гештальтерапевта, и решила закончить свое обучение. При этом Лина, если так можно метафорично выразиться, била себя пяткой в грудь и говорила, что она готова хоть сейчас предоставить преподавателей, которые скажут, какой прилежной студенткой она была. И, надо сказать, Катя Коносова, как хороший такой разоблачитель со стажем, за это зацепилась и подняла этот вопрос в своем интервью с Линой. Мол, где же те самые люди, которые засвидетельствуют, что Лина блестяще проходила обучение на гештальтерапевта? Оказалось, что этих людей просто нет. То есть, был какой-то преподаватель, который потенциально готов был дать интервью как-то или в телеграме, или по видео, и как-то рассказать о том, как Лина училась. Но этот преподаватель куда-то вдруг делся. Сначала преподаватель была в командировке. Потом там собирали комитет. Потом Лина прислала, что преподаватель вовсе отказалась отвечать. И, внимание, здесь я прям заскринила вот это сообщение, но потом почему-то Лина зашла и поменяла текст вот на это сообщение. В итоге выяснилось, что сроков нету, отвечают они вообще не мне, и лишь на официальный запрос неизвестного лица. Вот так вот, получается, я прождала целую неделю непонятно чего. Ну и зачетка, которую Лина предоставила, чтобы подтвердить свое обучение, также выглядела очень неубедительно. А сейчас я обращаюсь к тем, в ком также, как и во мне, живодушная натура. Обратите внимание на эту зачетную книжечку. При помощи этой зачетки Лина пытается доказать, что она успешно окончила все ступени подготовки к тому, чтобы быть полноценным гештальтерапевтом. Скажите, вы можете себе представить такую зачетку у серьезного учебного заведения? Во-первых, если мне память не изменяет, когда ты оканчиваешь учиться, то зачетную книжку ты отдаешь в деканат, и тебе просто выдают диплом. Зачетка не остается на руках. Ну и это не единственная проблема этой зачетки. Обратите внимание, она заполнена как будто бы одним почерком, одной рукой. Ну, черт бы с ним, но в зачетке нет ни одной печати. Я уж не говорю о какой-то странной, как будто бы самодельной форме, как будто бы эту зачетку кто-то сам изготовил. Совсем недавно Лина написала в своем телеграм-канале, что можно ее поздравить, и она сдала все необходимые экзамены, и теперь-то ее уж точно сертифицируют как такого полноценного гештальтерапевта. В это время два человека – это экзаменатор и независимое лицо, которое меня никогда не видело, хотя на самом деле это не обязательно. Ну, в общем, у меня было такое независимое лицо, они меня оценивали. То есть включены камеры были только у меня и у клиента. Мы работали полчаса. Я, кстати, работала, как я обычно работаю. То есть я же благодаря супервизиям знаю какие-то свои косяки, которые, может быть, лучше не показывать. Но я полностью ушла в работу, показала то, что я делаю обычно. Потом клиент ушел, подключились, ну, ушел, да, из онлайна. Подключились мои сертификаторы, вот, и наговорили много очень ценных для меня слов. Но, опять же, никаких документов, которые это подтверждают, мы так и не увидели. И никакие преподаватели Лины, опять же, не выступали на публику. При этом Лина, конечно, сообщила, что она блестяще окончила программу обучения, и ей даже предложили преподавать в том самом гештальт-институте. Мне кажется, эта ситуация как нельзя хуже работает на репутацию Лины. Если уж она решила завершить свое образование гештальт-терапевта, то было бы очень логично показать, наконец, документ. Этот документ отбросил бы совершенно все вопросы к Лине. Ну, хотя остался бы вопрос, а почему она позиционировала себя как гештальт-терапевта, когда этого документа у нее не было? Кстати, когда Катя Коносова спросила Лину, не считает ли та себя обманщицей, ведь люди приходили к ней как к гештальт-терапевту, а образования гештальт-терапевта у Лины полноценного не было, Лина ответила, что а ко мне и не приходили как к гештальт-терапевту. Люди просто приходили ко мне как к хорошему человеку. Я точно не обманывала своих клиентов, потому что я прошла полный цикл обучения. Более того, у меня есть какое-то еще другое мнение по этому поводу, что люди, прежде всего, когда идут к психологу, они идут к человеку. А, и да, и за всю практику у меня не было ни одного запроса, чтобы клиенты говорили, я хочу позаниматься именно гештальтом с тобой. Да, они просто говорили, что Лина, мне нужен психолог, хочу с вами поработать как с психологом. Что должно быть у консультирующего психолога? Точно вышка психфака. Специалист, бакалавр или магистр. И далее обязательно документ, подтверждающий прохождение психологам обучения в одном или нескольких подходах психологического консультирования. Смело задавай вопрос об образовании и выясняй, кто перед тобой. Специалист в области психологии или самозванец. Это вот и хер с ним, с сертификатом. Этот пердеж уже идет из ноздрей, из ушей, изо рта, от куда угодно, но только не из ануса, но только не из прямой кишки, а все потому, что вовремя не пернули. Обратите внимание, рассказывая о своем экзамене, Лина говорит, что она привыкла работать точно так же, как и работала. То есть она реализовывала какие-то свои, в принципе, обкатанные шаблоны. И в этом нет ничего плохого, я не к этому придираюсь. Я придираюсь, опять же, к нестыковкам. В интервью Кати Коносовой Лина говорит, что ей не в чем оправдываться перед своими клиентами, потому что она не работала с ними, как гештальтерапевт. То есть следим за руками. В работе с клиентами у Лины были какие-то методики, которые не относятся к гештальтерапии. Эти обкатанные методики и шаблоны она показала на экзамене по гештальтерапии. И те, кто ее сертифицировал по гештальтерапии, оценили ее работу как отличную и даже предложили ей преподавать гештальтерапию. Я вижу в этом противоречие. Возможно, эта ситуация послужит хорошим уроком не только для самой Лины, но и для потенциальных клиентов, которые выбирают себе психолога. Урок здесь в том, что нужно тщательно проверять образование того психолога, к которому вы идете, его сертификаты о повышении квалификации и так далее. Но еще один момент по поводу Милы Гейта, что совершенно нельзя никак зачесть в плюс Лины, это ее такой откровенный агрессивный хейт в сторону Милы. Хейт по принципу «ты, Мила, психически больная и тебе надо лечиться у психиатра». На мой взгляд, для психолога совершенно недопустимо такое поведение, тем более для клинического психолога, который, в принципе, заточен под то, чтобы работать с людьми, у которых психические заболевания. И вот когда клинический психолог говорит, что вы ее слушаете, эту Милу, ведь она же больная, это вызывает очень большие вопросы к эмпатии этого психолога. И, возможно, ей тоже нужна какая-то, ни в коем случае не психиатрическая, а просто психологическая. Нет, кажется, психиатрическая. И, соответственно, я подозреваю по тому, что я слышу про эти видео, что там не один диагноз. Ты зря отрицаешь возможную психиатрическую помощь, любая помощь супер. Ни в коем случае горячий пук не надо выпердевывать, вот так выпердовывать ярко и громко, да, потому что здесь уже дело не в звуке, здесь дело в запахе. Следующий признак, так сказать, плохости Лины Диановой, это ее откровенные маркетинговые манипуляции, которые она использует для того, чтобы продавать свои продукты и популяризировать свою фигуру. Только послушайте ее теорию 50% и равновесного вклада аудитории в ее блог. Новеньких объясню, что значит отдать свои 50%. Когда вы потребляде, а у меня в блоге таких очень мало, то вы стараетесь все себе, себе захапать. Проблема здесь в том, что Лина озвучивает правила знакомства со своим блогом уже по факту. Когда вы посмотрели несколько записей, и предположим, эти записи у вас никак не откликнулись, и вы решили вообще закрыть этот блог, отписаться от него, ну, либо знакомиться с ним от случая к случаю, вам вдруг сообщают, что вы потреблять. Простите, это термин Лины Диановой. Вообще такие условия, ты мне это, я тебе это, они озвучиваются на берегу. И было бы честно, если Лина так уж хочет этих лайков в Инстаграме, сеть запрещена на территории Российской Федерации, с ее стороны было бы честно в первых строках каждого поста писать, что сначала будьте добры, дорогие мои, поставьте лайк, а потом уже начинайте читать и применять мою сверхценную информацию в своей жизни. Ну, приведу аналогию, как ведет себя Лина. Это все равно, что вы пришли в гости к своему приятелю, он вас накормил, поставил на стол какое-нибудь дорогое вино, приготовил ужины с восьми блюд. И вот вы хорошо поели, выпили вина, и тут вам друг говорит, а теперь, дорогой, с тебя пять тысяч рублей. А если ты мне не заплатишь, то ты просто потреблять. Хотели бы вы приходить в гости к этому другу и дальше, напишите ответ в комментариях. Ой, камера пишет, да? Тут должна быть, наверное, еще одна вставка Вероники Степановой про пердеж, но я уже не могу все это монтировать, поэтому давайте так оставим. Следующий пункт, который, опять же, работает Лине в минус, это ее неопределенное позиционирование. Я в который раз повторюсь, что она себя позиционирует как психолог и гештальтерапевт, то есть так она себя называет в начале видео. Но при этом, когда на нее обрушилась критика после Милы Гейта, Лина сказала, что она всего лишь ведущая. В моем понимании, ведущий – это тот, кто произносит на камеру заготовленный кем-то другим текст или сценарий. Если этот сценарий готовил сам ведущий, то он тогда автор. И ведущий – это передача авторская. И вот видеоразборы Лины и ее канал я всегда воспринимала как авторский. Да и в интервью Лауре Джугеля она говорит о том, что она сама делает разборы. Да, у нее есть продюсер, но этот продюсер всего лишь предлагает ей, кого конкретно она может разобрать. И то дает ей варианты, какой-то спектр. И уже Лина самостоятельно выцепляет из этого спектра какую-то медиаличность. И эту личность, как она говорит, до 8 часов рабочего времени она разбирает. То есть буквально каждую фразу она разбирает и пытается из этой фразы вычленить какие-то смыслы. Такие неочевидные. Получается, что Лина – это не только ведущая, но и автор. Выставлять себя ведущей – это как минимум нечестно. Тут как бы Лина дистанцируется от того, что она говорит. Мол, я просто села из суфлера на камеру, прочитала какой-то текст. А кто там этот текст написал? Что этот человек там думает? Это вообще не моя задача. Вот я такой диктор телевидения. Пришла, почитала, ушла. Все вопросы к автору и редактору этой передачи. А кто автор и редактор, я вообще хэзэ. Сейчас мы возвращаемся к футбольной теме. Нам удалось восстановить связь с британским Манчестером. Там работает наш корреспондент Рада Зинау. И сейчас мы узнаем, какие же настроения царят в Манчестере непосредственно перед началом футбольного матча. Ирада, пожалуйста, мы ждем. Порядай микрофон. Ирада, мы ждем вас. После такого высказывания довольно странно звучит оправдание Лины «я говорю то, что думаю». Ну, в смысле, если она просто ведущая, значит, она говорит то, что подумал за нее кто-то другой. Или я не права? Ну, давайте накинем немного чего-нибудь положительного на имидж Лины. И я хочу сказать о таком ценном для меня качестве, ценном в любом человеке, как самоирония. Мне кажется, эта самоирония Лине отчасти свойственна. У нее была в инстаграме, запрещена на территории Российской Федерации, смешная серия сториз про ее единственный на голове волос. Этот волос она назвала Мариной, за этим волосом она ухаживала и, в общем-то, приветствовала самые разные шутки на эту тему. Когда человек шутит над какими-то особенностями своей внешности, у меня это вызывает уважение. Мне кажется, это признак такой здравой самооценки. И давайте поставим линию. Плюсик, лайк за то, что она так делала и делает. Ну, какой же плюсик без жирного минуса, как вы уже, наверное, поняли по моему формату. А этот жирный минус, это так называемые вебинары Лины Диановой. Давайте, чтобы никого не смущать, я буду называть их просто вебинары. В интервью Лауре Джугелии Лина говорит, что ее вебинары исключительно практикоориентированы, потому что теория, цитата. Мне кажется, что на самом деле теория нахрен никому не нужна. Окей, предположим, теория действительно никому не нужна. Я купила один из вебинаров Лины и посмотрела, каково же там соотношение теории и практики. К сожалению, я не могу вставлять какие-то отрезки из этого вебинара, потому что так я нарушу авторское право. И вам придется поверить мне на слово, я сейчас вкратце перескажу как бы основные моменты, которым был посвящен этот вебинар. Этот вебинар был про отношения в паре и про измены. И продавался этот продукт как то, что в какой-то степени застрахует вас от партнерской измены. То есть вы можете превентивно наладить отношения со своим мужем или со своей женой таким образом, что этот муж или жена никогда не пойдет на сторону. Но при этом Лина обещала помочь и тем людям, которым уже изменили. Справиться с этим потрясением, с этой травмой и как-то наладить свою жизнь и жить дальше. Научиться снова доверять людям. Надо сказать, что вся структура вебинара довольно нехитрая. Это практически часовое видео, в котором Лина, внимание, излагает теорию. Она просто сидит в таком же антураже, в котором она записывает свои видеоролики. То есть, видимо, она приходит в эту же студию и на то же оборудование записывает свои вебинары. Ну окей, к антуражу докапываться не будем. Сидит и сидит, рассказывает и рассказывает. Проблема в том, что она рассказывает довольно очевидные, как мне кажется, даже для не очень искушенного человека вещи. Она рассказывает о том, что измена это предательство, что это обман ожиданий, что это разрыв каких-то договоренностей, нарушение каких-то таких проговоренных контрактов между мужем и женой. И что человек, которому изменили, воспринимает ситуацию гораздо более болезненно, чем человек, который изменил. Далее Лина бросается рассуждать на тему, а нужно ли говорить об измене. Предположим, вы изменили, а ваш партнер ни сном, ни духом. Думаю, окей, наверное, на этот час теории нам сейчас как навалят какое-то огромное количество практики и как раз все компенсируется. В качестве практики Лина предлагает такую рабочую тетрадь. И в этой рабочей тетради изложены те же самые тезисы, о которых она говорит в видео. Небольшим бонусом к вебинару идет короткое видео с ответом на часто задаваемые вопросы. И вот в этом видео хочу сказать отвратительно плохо записанный звук. Причем Лина точно так же сидит в своей вот этой хорошей студии, записывается на хорошую камеру, но, видимо, микрофон не подключили к рекордеру или что-то пошло не так, и звук записан ужасно. Я ставлю маленький кусочек, просто чтобы вы оценили качество звука. Этот звук будет без картинки. Но в оригинале он был с картинкой, я просто не хочу нарваться на нарушение авторских прав. Партнер, таким образом, он говорит о своем страхе предательства, страхе испытать боль. Мне кажется, что такое низкое качество контента, именно техническое качество, это признак некоторого неуважения к своей аудитории, которая заплатила за этот продукт. Ну и как я не старалась перелопатить эту рабочую тетрадь вдоль и поперек, из практических рекомендаций я нашла всего две. Значит, рекомендация номер один, если у вас какие-то проблемы в паре, то вам рекомендовано пойти к семейному психотерапевту. А, да, там еще предварительная как бы рекомендация, если у вас проблемы в паре, обсудите это со своим партнером. Вот такие практические действия. И вторая полноценная рекомендация, если вы чувствуете, что у вас внутренние какие-то проблемы, вас просто тянет налево, и вы не можете, вы понимаете, что это плохо, но вы не можете этому сопротивляться, тогда вам нужно пойти на личную психотерапию. Ну и точно так же следует поступить, если вас бросили, и вы чувствуете, что в отношении вас совершено ужасное предательство, то вам тоже нужно пойти на личную психотерапию. На мой взгляд, друзья, обе эти практические рекомендации просто на уровне капитана очевидность. Поэтому пердите обязательно нужно своевременно, просто надо научиться это делать, а мало кто умеет это делать. Если бы у меня реально стоял вопрос измены в отношениях, и я хотела на самом деле помочь своим отношениям при помощи этого вебинара, я бы посчитала, что эти деньги за вебинар просто выброшены на ветер. Я от всей души никому не рекомендую вот конкретно этот вебинар. Может быть другие вебинары Лины, они как-то лучше. Ну здравствуйте, я ваша тетя. Психолог рекомендует решать психологические проблемы на индивидуальных психологических консультациях. Вот мы этого как будто бы не знали. Ну давайте пару слов скажем о том, чем же Лина занята сейчас. А сейчас у нее есть собственное шоу, психотерапевтическое шоу на платформе ВКонтакте. За это Лина также отхватила хороший кусок хейта. Дело в том, что сейчас многих известных популярных блогеров, которые переходят на ВКонтакте, обвиняют в том, что они помогают российским властям подготовиться к блокировке Ютуба на территории России. Так ли это на самом деле, мы не знаем. Мы не знаем, готовится ли блокировка Ютуба. Кстати, на всякий случай давайте мы с вами подготовимся к блокировке Ютуба и подпишемся на меня на Бусти. Вы можете подписаться на мой аккаунт на Бусти даже бесплатно. Я, кстати, периодически выкладываю контент, доступный для тех, кто просто бесплатно читает мой Бусти. Также вы можете подписаться на мой Телеграм-канал, чтобы не потерять меня из виду, если вам интересен мой контент. Ну и возвращаясь к Лине, мы не знаем, готовится ли блокировка Ютуба. И в случае, если эта блокировка действительно готовится, мы не знаем, осознает ли Лина, что она помогает таким образом, ведя свое шоу на видео ВКонтакте, помогает таким образом подготовить эту блокировку. Возможно, она просто пытается не растерять свою аудиторию, набранную на Ютубе. А у нее тут более полумиллиона подписчиков. Я посмотрела первый выпуск этого шоу, в котором героем выступал Ильдар Джарахов. Его Лина анализировала. И я вам хочу сказать, что это просто убийственно скучно, мне кажется, даже для поклонников Ильдара Джарахова. Шоу явно идет по прописанному сценарию, и уровень искренности на этой консультации у обоих героев очень-очень низкий. Хотя изначально сама идея для шоу достаточно хорошая. То есть мы выводим психологическое консультирование из такой невидимой зоны, из того, что происходит за закрытыми дверями, и выводим это на публику. И таким образом у людей, которым требуется помощь психолога, возможно, снимаются какие-то страхи перед походом к психологу. То есть человек понимает, что ничего такого ужасного на консультации психолог с ним делать не будет. А возможно, даже и поможет. Но вместо воплощения этой хорошей задумки мы увидели просто не очень хороший театр двух актеров. Кстати, если вы смотрели этот выпуск с Джараховым, напишите, понравился ли он вам. Какие у вас вообще мысли по поводу этого выпуска? Чего же больше в медиаобразе Лины Дяновой? Плохого или хорошего? Тут решать только вам. Скажу свое видение. Мне кажется, Лина, которая заявляла себя как такого прогрессивного психолога, как человека, который не боится стереотипов, как человека, который не боится шутить на какие-то острые темы, на самом деле споткнулась о свои комплексы и свои личностные недостатки. Прежде всего, она споткнулась о не очень высокий уровень эмпатии, недостаточно высокий для психолога. Также, на мой взгляд, ее подвели не очень развитые навыки рефлексии. Ей до сих пор очень трудно признавать свои ошибки, и на признание ошибок она идет вынужденно. Как на такую компромиссную меру для того, чтобы не растерять всю свою аудиторию. То есть, в глубине души, как мне кажется, Лина считает, что она права, она в белом пальто, и наша критика, адресованная ей, просто необоснована. Кстати, у меня назрел свой душный вывод. Мне кажется, в нашем обществе люди испытывают огромный дефицит эмпатии и поддержки со стороны не просто не очень близких людей, например, коллег по работе, но даже со стороны своего ближайшего окружения, членов своей семьи. И вот психолог – это именно тот человек, от которого ты ожидаешь, что он будет поддерживающим и эмпатичным. Человек, который, кажется, должен быть чутким и лояльным к противоположной точке зрения. Человек, который должен уметь отрефлексировать свои ошибки и извиниться за них. И Лина всего этого не просто как будто бы не умеет. Она вообще отказывает определенной части аудитории вот в таком запросе. И то, что человек демонстрирует запрос на эмпатию, оказывается признак того, что у этого человека некрепкая и, может быть, даже нездоровая психика. Но если Лина отказывает нам в каких-то совершенно нормальных человеческих проявлениях, вполне логично, что мы отказываем ей в своем внимании. Хотя, чего я придираюсь? Я совершенно не учитываю, что среди моей аудитории есть люди, не только похожие на меня, но и отличающиеся от меня. Люди не такие гиперчувствительные. Люди с крепкими нервами и, возможно, даже с более крепкой здоровой психикой. Что вы думаете по этому поводу, напишите мне в комментариях. Я напомню, что меня зовут Тимофеевна, моего продюсера канала зовут Чаплин. И мы с вами совсем скоро увидимся в следующем видео.